В эфире информационно-правая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Конфликт в Гомельском ресторане закончился смертью одного из посетителей. Житель Речицы пытался угнать фуру, груженную минеральной водой. Большую партию контрафактных сигарет задержали сотрудники милиции. Три плантации дикорастущей конопли уничтожены в Будокошелёвском районе. Родственники слегка повздорили после совместного распития спиртного в одном из увеселительных заведений Гомеля. В результате ссора обернулась большой трагедией для всей семьи. Пятничный вечер не предвещал ничего плохого. Семейная пара решила отметить уикенд в одном из ресторанов Гомеля. Здесь же работал их родственник, переехавший в Гомель на постоянное место жительства несколько лет назад по их приглашению. К тому же брат супруги, отработав смену в ресторане, был не против стать собеседником за их семейным ужином. Время в разговорах пролетело незаметно. Яства были съедены, а спиртное выпито. И около двух часов ночи посетители стали расходиться по домам. После закрытия развлекательного заведения, где они отдыхали, решили возвратиться домой. Родственники вышли на улицу, где вскоре между ними вспыхнула ссора. Брат женщины толкнул ее мужа. Мужчина при падении ударился головой об асфальт и, не приходя в сознание, скончался. Медики, прибывшие по вызову, пытались сделать все возможное. Провели ряд реанимационных мероприятий, но положительных результатов они, к сожалению, не принесли. Каких-либо выраженных морфологических признаков заболевания и внутренних органов обнаружено не было. У трупа имелась черепно-мозговая травма, проявившаяся субдуральным кровоизлиянием, которая явилась причиной наступления смерти. Брат жены никак не ожидал такого исхода событий. В растерянности он забежал обратно в ресторан и спрятался внутри подсобных помещений. Прибывшей группе задержания он сдался без сопротивления. Коллеги до сих пор в недоумении от произошедшего. Ну, Юра приехал сюда работать года два назад. По работе у него никогда нареканий не было. Всегда был трудолюбивый, хороший такой. Ну, как такое случилось, ума не проживая, я думаю, он на убийство не способен. Гомельским городским отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Поступки некоторых граждан под воздействием алкоголя порой граничат с абсурдом. На прошлой неделе житель Речицы угнал стоявшую на автозаправке в Гомельском районе фуру с украинскими номерами, груженую минеральной водой боржоми. Преступные действия были пресечены сотрудниками ГАИ. Житель Речицы по непонятной пока причине ночью оказался около автозаправки на Черниговской трассе в деревне Калинина Гомельского района. На площадке был припаркован грузовой автомобиль с полуприцепом. Водителя не было. Желание поживиться чужим имуществом привело ночного странника в кабину водителя, которая не была заперта на замок. Внутри он нашел ключи зажигания. Недолго думая, запустил двигатель и помчал на украденном авто в сторону Украины. Принесение службы сотрудниками отдела ГАИ Гомельского РОД в деревне Тереха Гомельского района был остановлен автомобиль Вольво с полуприцепом. В ходе разбирательства было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом отсутствуют документы на перевозимый груз и на право управления данным транспортным средством. Как было установлено позднее, данный автомобиль был похищен данным гражданином с близлежащей автостоянки, расположенной на ЗС Лукоил. Деревня Тереха находится по трассе всего в пяти километрах от Калинина. На место прибыла следственная оперативная группа. Водитель большой груза узнал о похищении своего автомобиля от правоохранителей на следующий день после пропажи. Гомельским районным отделом Следственного комитета в отношении данного лица, ранее неоднократно судимого за преступление против собственности, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Хищение в особо окрупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ночь на 1 июня оперативники Октябрьского РОВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о том, что неизвестные лица на станции Ратмировичи загружают коробки в вагоны. Сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия. К моменту прибытия милиционеров один мужчина находился на вагоне, а второй стоял внизу, на железнодорожном полотне. Как оказалось, оба жители Витебской области. Задержанные лица для разбирательства были доставлены в Октябрьский РОВД. После этого стражи порядка решили осмотреть железнодорожные вагоны, вблизи которых были задержаны мужчины. Внутри находились опилки и коробки из-под сигарет марки «Премьер» в количестве 109 штук, 54 500 пачек. Стоимостью более 500 миллионов белорусских рублей. На коробках имелась информация о дате изготовления, а на пачках – акцизные марки Республики Беларусь. Согласно полученному ответу из Открытого акционерного общества «Гродинская табачная фабрика Неман» следует, что сигареты марки «Премьер» изготовлены предприятием в апреле текущего года. Кому и когда данная партия сигарет реализовывалась, предприятием пока не выяснено, ввиду отсутствия у задержанных документов, подтверждающих легальность приобретения, хранения и транспортировки табачных изделий. В ходе проведения дальнейших оперативных действий установлено, что железнодорожные вагоны, находящиеся на станции Ратмировичи Октябрьского района, накануне были загружены опилками. Указанные вагоны принадлежат эстонской железной дороге и должны были проследовать на пункт перехода Бегосова в Латвии через государственную таможенную границу в Бресте. Жители Витебской области хотели спрятать под опилками табачные изделия и таким образом переправить сигареты в Латвию. В отношении одного из задержанных, 21-летнего жителя Витебской области, составлен административный протокол за незаконный ввоз, перевозку, хранение табачных изделий. Сигареты изъяты и переданы в МНС по Октябрьскому району. За три дня проведения специальных комплексных мероприятий МАК только на территории Будокошелевского района было обнаружено и уничтожено три плантации дикорастущей конопли. Мероприятие проводится с 1 июня и по 15 сентября. В рамках операции МАК сотрудниками Будокошелевского РОВД возле деревни Лапичи была обнаружена плантация дикорастущей конопли. Площадь участка составила порядка одного гектара. Данная конопля была уничтожена силами сельхозтехники предприятия. Всего за три дня проведения операции было обнаружено три поля конопли. Как установили оперативники, это были дикорастущие плантации, следов человеческого вмешательства не обнаружено. У нас работы еще на протяжении лета, я думаю, хватит. В основном все территории будут обследованы. Я думаю, те растения, которые могли бы послужить недобропорядочными, скажем так, незаконно послушными гражданами, последствия для влечения в незаконный оборот, наркотические средства с сотрудниками милиции будут обнаружены и уничтожены. Госавтоинспекции Белоруссии и России провели совместную отработку автодорог М10 и М13, а также нейтральной территории Брянской и Гомельской областей. Среди задач операции проверка автотранспорта, поиск запрещенных веществ посредством служебных собак и мониторинг общественного мнения. На месте события побывали наши корреспонденты. Сотрудничеству госавтоинспекции Гомельщины и Брянщины уже не один год. Совместные отработки на пограничье – традиция последних пяти лет. Итог такого тандема – заметное повышение безопасности на этой территории, раскрытие преступлений по горячим следам, обмен оперативной информацией, опытом и достижениями спецтехники. Так наши правоохранители пользуются приборами измерения скорости именно российского производства. Соседи же проявляют интерес к нашим приборам по выявлению поддельных номерных знаков. К слову, на нейтральной территории Брянской и Гомельской областей, где произошла совместная отработка, прошла выставка техники двух стран. Правоохранители получили возможность наглядно ознакомиться с техническими достижениями своих коллег. Что можно было бы перенять – это конфискация транспорта. У лиц, которые повторно совершили административное правонарушение в виде управления транспортом, состояния опьянения. Я думаю, что у нас мы могли бы похвалиться более развитой системой фото-видификации нарушения правил дорожного движения. Правоохранительные органы двух стран проводили массированную отработку на протяжении 12 часов. В итоге раскрыто несколько правонарушений. Среди ярких примеров – попытка ввести из России в Беларусь 4,5 тонны фальсифицированных спиртных напитков. По такому же маршруту пытались провести партию красной рыбы. Граждане Республики Беларусь незаконно ввозили на территорию Республики Беларусь груз полтонны рыбы красной, без сертификатов, без накладных, без документов. Груз задержан. Сейчас идет работа следственной оперативной группы. Ежегодно в этот период проводится рабочая встреча руководителей ГАИ Гомельщины и начальника инспекции безопасности дорожного движения Брянщины. Главная цель переговоров – утвердить план совместной работы и официально закрепить его подписями. К слову, в этом году процедура подписания рабочих документов прошла во время совместной отработки прямо на границе двух стран. В Гомеле автомобилист выезжал со второстепенной дороги и спровоцировал столкновение мотоцикла с микроавтобусом. Недоразумением закончилась попытка гомельского автомобилиста без лишних церемоний выехать с второстепенной дороги на улицу Советскую в Гомеле. Сам он остался ни при чем, зато спровоцировал столкновение мотоцикла с микроавтобусом. Заметив угрозу, водитель микроавтобуса на всякий случай затормозил, а едущий следом мотоциклист не успел. В столкновении никто не пострадал. Судя по скорости машины, выезжавшей справа, а также отсутствию сигналов поворота, водитель, возможно, планировал двигаться прямо на противоположный тротуар. На территории Гомельской области начали работать мобильные датчики контроля скорости. Мобильный датчик контроля скорости 9 и 10 июня будет работать с 7 утра до 8 вечера на автодороге Н4090 в Гомельском районе, 11 июня на улице Кирово-областного центра, а 12 июня на автодороге Н5011 в Светлогорском районе. Каждую субботу с 10 до 14 часов дня будет закрыто движение транспорта на автодороге Восточный обход. На участке от пересечения с улицы Тимофея Бородина до болевара газеты «Гомельская правда». Это связано с проведением так называемых «велосуббот». Инициатива госавтоинспекции направлена на популяризацию у гомельчан такого вида отдыха. В это время можно кататься на велосипедах, роликах или скейтбордах. Также есть возможность зарегистрировать своего двухколесного друга в системе ГАИ. Это поможет в случае кражи найти транспортное средство и вернуть его владельцу. В первый день акции участие в ней приняли около 50 гомельчан. Мы рядом живем, увидели, ну слышали вообще про эту акцию, читал в интернете, а тут ехали с сыном, увидели, подъехали и решили зарегистрировать свои велосипеды. Люди мало знают, совсем мало людей ездит еще совсем. Вроде и в интернете я читал, а люди еще не знают. Так, наверное, я думаю, что в следующий рейтинг будет больше народа. Мало информации. «Велосубботы» будут проходить каждую неделю вплоть до 15 октября. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин